Инженеры SpaceX сделали в Crew Dragon две отдельные двигательные установки – двухкомпонентную установку низкого давления с 16 двигателями Драко для орбитальных манёвров и установку высокого давления с 8 двигателями Супер Драко для использования только в качестве системы спасения. После успешного демонстрационного полёта к МКС и обратно в марте 2019-го SpaceX осуществила дополнительные испытания двигательных установок, чтобы гарантировать функциональность и обнаружить любые системные проблемы до запланированного испытания системы спасения при прерывании полёта. Два первых испытания с использованием 12 двигателей Драко были выполнены успешно, но начало финального испытания 8 двигателей Супер Драко привело к разрушению космического корабля. А вот причина аварии оказалась совсем не в двигателях, как кто-то мог предположить раньше. Взрыв произошёл за миллисекунды до включения двигателей, а его причиной стал небольшой обратный клапан системы наддува. Не бойтесь сложных слов, сейчас мы всё объясним. Система наддува, которая в Супер Драко использует гелий, необходима для поднятия и поддержания давления в топливных баках. Обратный клапан — это просто заслонка, которая пропускает поток только в одну сторону. В обратную, соответственно, блокирует. Вкратце суть проблемы такая. Жидкий окислитель, который используется в системе, каким-то образом попал через обратный клапан в систему наддува. Прямо перед зажиганием двигателей гелий резко подаётся через клапан в бак. Но так как помимо гелия там оказался окислитель, тетраоксид диазота, проходя через клапан, который сделан из титана, он его воспламенил. Ещё спустя миллисекунды воспламенение титана вызвало взрыв, который мы с вами и увидели 20 апреля. SpaceX уже решила эту проблему. Никто не ожидал, что обратный клапан может каким-то образом пропустить небольшое количество окислителя в заблокированную сторону. Причина этой утечки, судя по всему, ещё выясняется. Но компания решила проблему радикально. Вообще избавилась от клапана. И заменила его на мембранное предохранительное устройство. Что это такое, я тоже объясняю. Это тонкая пластина, которая тоже полностью блокирует поток. При подаче гелия под давлением она просто разрывается, не позволяя топливу или окислителю попасть в систему наддува. Элегантное и простое решение. Стоит заметить, что реакция между титаном и тетраоксидом диазота при высоком давлении не ожидалась. Титан используется во многих космических кораблях и системах по всему миру на протяжении десятков лет. Однако стендовые огневые испытания и авария предоставили большой объём данных. Уроки, извлечённые из этого и других тестов в исчерпывающей программе испытаний SpaceX, приведут к улучшению безопасности и надёжности кораблей компании. SpaceX в тесном сотрудничестве с НАСА уже приступили к подробному анализу и испытанию предложенных мер, что будет завершено до будущих полётов. Поскольку SpaceX имеет в наличии несколько кораблей Crew Dragon на разных стадиях производства и испытаний, назначение кораблей на миссии было сдвинуто, чтобы продолжить подготовку к полётам по программе коммерческих пилотируемых полётов. Мы уже говорили об этом в одном из предыдущих дайджестов, но информация важная, поэтому повторяемся. Корабль Crew Dragon, изначально назначенный на вторую демонстрационную миссию SpaceX к Международной космической станции, Demo-2, будет использован в испытании системы аварийного спасения в полёте. Корабль, назначенный на первый эксплуатационный полёт, Crew-1, будет запущен в миссии Demo-2. А теперь ещё несколько тезисов НАСА и SpaceX, озвученных перед журналистами. Дерево отказов, то есть схема всех возможных сценариев, которые могли привести к аварии, построена на 80%, работа ещё ведётся. Важно, что проблема не с драко или супердрако, а всего лишь с системой наддува. Новые испытания ещё не проводились, но выполненной работы достаточно для их проведения. С точки зрения всего корабля изменения почти незначительны, но они заметно повышают безопасность всей системы. Если бы авария произошла во время полёта, Flight Abort Test, она привела бы к такому же результату — полному разрушению корабля. НАСА не исключает вероятности полёта DM2 в этом году. SpaceX в этом плане тоже оптимистичны, но работы ещё много. Сейчас самое подходящее время для публикации результатов расследования. Когда причины точно известны, это не вызовет спекуляций и подтасовок фактов. Это не должно было произойти, но по какой-то причине случилось. Выводы сделаны, слабый компонент заменён. Хотя вы нас и просили, ранее мы не публиковали собственный ролик об аварии по упомянутой причине, не хотели заниматься спекуляциями и предположениями. Теперь, когда причина аварии точно известна, нам остаётся ждать новых отчётов и пожелать SpaceX удачи в решении проблемы. Уж очень хочется увидеть безопасный полёт ещё в 2019 году. Чтобы его не пропустить, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, у нас здесь много космоса. До новых встреч!